Тепло будет. Это не прогноз синоптиков, а обещание энергетиков. О том, как Чебоксары и Республика в целом готовы к отопительному сезону, Ольга Пырычкина. Ремонт летом, тепло и зимой. Это лозунг одной из теплоснабжающих организаций Чувашии. Уже не лето, но трубы еще продолжают менять. Сейчас работы идут в сетях, которые снабжают теплом промышленные предприятия. Первоочередными работами были выполнены то, что связано с теплоснабжением в социальной сфере и жилого массива. Этот объект у нас промышленный. Промышленные объекты подключаются к системе централизованного теплоснабжения в последнюю очередь. Впрочем, сколько бы трубы ни ремонтировали, этого всегда недостаточно. Износ сетей в республике составляет 70%. Для замены нужно около 6 миллиардов рублей, отмечает заместитель министра строительства. Ситуация усугубляется долгами, в основном физических лиц, а значит управляющих компанией перед ресурсниками. Жители у нас заплатили порядка 90% за 16-й год, за жилищно-коммунальные услуги, под 10% недоплаты. Ресурснабжающим организациям поступило 86%. То есть 90% заплатили, 86% поступило. Энергетикам поступило 82%. Нужно жителей переводить на прямые платежи с ресурснабжающими организациями. Совместно есть консолидированная позиция Кабинета министров, потому что на городе Новочебоксарске в этом году обкатать эту технологию на базе всех ресурснабжающих организаций. В городе Химиков систему прямых платежей планируют внедрить с ноября. Другие города подключатся, когда примут закон о прямых договорах между потребителями и поставщиками ресурсов. Он сейчас на рассмотрении в Госдуме. Но вне зависимости от долгов управляющих компаний, состояние оборудования и сетей тепло дадут всем. Если ориентироваться на прогнозы от гидромедцентра, топить начнут в 7-10 числах октября. Сезон должен пройти в нормальном режиме, уверены специалисты. Но на всякий случай сформированы аварийные бригады, подготовлена спецтехника, создан запас резервного топлива для котельных. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.